посмотрим вот это сюрприз и так и так и так давайте посмотрим что у нас вышло привет друзья привет коллеги по увлечению всем кому нравится рыбалка вкусно покушать приготовить рыбку рад приветствовать на развлекательном познавательном канале послушно секреты рыболова вот такая форелька светофоровская к нам сегодня пришла в гости и мы сегодня с вами будем ее солить а потом коптить холодным копчением покажу рецепт засолки форели которую можно есть и без копчения то есть если вы посоль с таким способом то денек-другой и потом можете с удовольствием просто ее кушать не надо коптить но если есть возможность покоптить конечно нужно покоптить холодное копчение для красной рыбы это очень и очень и очень вкусно тут у меня еще помимо форели вот такой целый тазик разнорыбец и здесь у меня берши и судаки вот такие вот акушары в этом году хорошие поперли чтоб просто так в пустую форель не гонять буду сейчас их солить и коптить холодным копчением тоже заодно с форельками давайте разделывать не до конца она оттаяла и ее принес из морозилки положил на верхнюю полку холодильника пролежала но наверно часов 16-18 сейчас буду ее распарывать чтоб не до конца отмерзла и прям таком замороженном виде посолю то есть как мне теперь ее аккуратненько разделать чтобы она в коптильню поместилось естественно вот это вся сарделина колбасина она в коптильню не залезет вернее залезет но она будет волочиться там головой хвостом да и просолить неудобно в холодильнике на 2 или на 3 части надо ее разделать вот вопрос как или брусочками или распороть посмотрим вот это сюрприз неплохо неплохо так вытащили большая на два куска наверно наверно на два куска и так буду столить сейчас разрежем посмотрим все надо дело помыть голову жабрами я есть не буду и никто есть не будет я ее отрежу и она у нас уйдет в уху или куда-нибудь еще посмотрим так нарезал помыл разрезать я их вот так вот не буду лучше подольше подержу соли не деньги не одну ночь дня два пусть полежит чтобы для копчения вот такой вот вид был более интересным то есть пришли гости вот так вот рубанул стейк и гостям положил чем просто вот так вот на пополам разрезать значит возьму вот такую обычную соль пищевая без всяких добавок и просто пересыплю а да немножко сахара надо положить потому что сахаром вместе с солью вытягивает влагу сладость ощущаться не будет зато он вытянет влагу из мяса и мясо будет более плотным чем просто без сахара так на труд вместе солью никаких пропорций нет просто вот так вот на глаз беру и натираю не слишком много не слишком мало чтобы было промывать мы потом рыбу не будем после засолки просто отряхнем ее от соли но таким способом можно солить только хорошо глубоко промороженную рыбу то есть если вы только что поймали красную рыбу какой-нибудь ту же самую форель где-то в диких условиях и хотите по-быстрому засолить что это может быть довольно опасно в каждой рыбе есть паразиты поэтому никто не застрахован если вы ловите в диких водоемах рыбу любую какая ванна не была красная белая сначала морозим тщательно потом солим ну либо солим несколько недель две-три недели я солю рыбу если она без заморозки а потом промывают соли вот таким образом натру и она толстая чтобы соль туда попала понадобится времени немножко больше этот хвост что-то так мозолит мне глаза не хорошо давайте я его так вот груминг сделаю ему красивый вот красота все поместилось сейчас займусь судаками окунями и другой речной рыбы зато вот окуни такие хорошие ловится их просто потрошу также просто натираю солью и также просто кладу ничего сложного и так продолжаем два дня я держал форельку в нашей засолке теперь смотрите я ее два дня вот так вот переворачивал сбоку на бок да если помните я положил только соль и сахар смотрите сколько натекло здесь во первых часть льда которая была на рыбе и естественно сам рыбий сок она немножко похудела сейчас я ее буду насаживать на своеобразные крючки и сутки вот сейчас обед но и до следующего завтра наверное часов до 9 до 10 они у меня повисят в теньке на улице 30 градусов повешу в тенек и пусть ветром проветривает вот так же я всем биржам и окуням отрезал голову сейчас их тоже насажу это же пусть проветриваются мыть рыбу не буду просто спахнул соль потому что соли немного отмачивать не надо также у меня есть бель вот так вот я ее сушу вот на таких шампурах то есть специально взял такие шампуры тоненькие шашлычные они тонюсенькие мясо на них проворачивается то есть не очень хорошо держится так как они тоненькие но они замечательно подходит чтобы сушить рыбой вот заточил специально до такой остроты и сушу рыбу коптить не знаю плоту копченую я пробовал делать с икрой даже ну не очень не очень здесь у меня в основном плотва ну и пару густерок не очень значит возьму вот так вот просто проткнул вот в этом месте чем удобны вот эти шампуры они прям хорошо протыкают и не надо никаких крючков вот как замечательно кожура толстая все и в таком виде я повешу сушиться также насажу окуней с биржами и отправим на сутки встретимся у коптильни вот в такой сеточки у меня вот тут под кроны дерева она повисит проветривается хорошо здесь совсем не жарко но вы потом будем коптить и не так форелька наша подсохла маленько здесь у нас акуня биржа будут будем сейчас загружать дымогенератор с пружиной который не позволяет чипе гаснуть как сделать дымогенератор у меня есть на канале так называется дымогенератор холодного копчения в котором не гаснет щипа будем брать яблоко будем брать грушу ну вот на дымогенератор на один раз мне в принципе хватает вот одной большой пачки если 2 еще лучше если время позволяет так одна пачка где-то часа 4 горит вот если есть время 8 часов можно сделать начнем ну что друзья прокоптили мы 8 часов потом сутки повисела у меня рыбка на улице под ветерком это у меня акуня они практически готовы уже по плотности нормально дальше можно хранить в холодильнике только предварительно надо плотно завернуть целлофан можно в морозилке если на долгое хранение если просто в холодильнике то недельку две три полежит но обычно не залеживается такая вещь заворачивайте плотно в целлофан потому что из холодильника рыба начинает напитывать влагу и становится рыхлой хорошие такие окуня ароматы стоят друзья не передать красота пиршички совсем маленькие в этом году что-то не идут может еще пока не время судачки есть тоже небольшие такие еле-еле выходные оплате ложники самый вкусный из копченых о этой рыбе как по мне это судак потом идет берш и потом идет окунь если в копченом виде но мы вернемся к нашей форельки получились вот такие вот у нас аппетитные шматочки как вы уже могли заметить это форель у меня не ярко-красная то есть это зависит от корма и даже может быть белым мясо то есть моря чем кормят смотрите какая жирная смотрите красота я даже сейчас боюсь что все растечется можно ее еще посушить но наша задача попробовать картошечкой а если ее сильно засушить это уже она пойдет под пеной и так и так и так и так давайте посмотрим что у нас вышло смотрите сколько жира очень жирная рыбка очень жирная красотища словами передать не могу надо пробовать но я боюсь что если я сам попробую потом уже не смогу остановиться мясо нежное друзья знаете глазами хочется видеть по привычке как семгу как вот обычную форель которую мы покупаем там крашеную магазине почти вид красную на вкус она точно такая же но визуально она бледная и как бы мозг обманывает зрение но это конечно очень вкусно друзья сейчас я вот так вот так вот так вот нужна картошечка сейчас пойду поставлю картошечку самое главное что вот этот метод засолки он оказался оптимальным рыба вот такой толщины она хорошо впитала соль не пересоленная как вы помните я ее не перемывал и промывал просто обсыпал солью и дал полежать два дня переворачивая постоянно нужно переворачивать потому что толстые куски они такие если бы я вот так вот распластал вырезав позвоночник рыба высохла бы быстрее и было бы такой плотненько ее можно было бы нарезать на мелкую соломку и принимать с пенным но вот этот вариант иногда хочется больше сейчас под картошечку уйдет за милую душу поэтому берите форель если есть возможность покупайте это лучше чем горбуша с горбушей когда денег нет конечно тоже можно повозиться но если есть возможность лучше форель покупайте форель делайте по этому рецепту всем добра позитива подписывайтесь на канал и до новых встреч дорогие коллеги по влечению да как бы удержаться и все это дело не слопать сразу обалдеть а я е е е е е е е е Продолжение следует...